Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие! Добро пожаловать в мой классный, уютный домик. Сегодня будет болталка про ароматы. Я оставлю ссылку на видео о ароматах весны, потому что они все тоже очень позитивные, классные, такие, знаете, ароматы-антидепрессанты. Можно сказать, что вот это вторая часть антидепрессантных ароматов, потому что сейчас время тяжелое. Нам всем не хватает позитивных, добрых, каких-то теплых эмоций, и мы должны эти эмоции где-то получать от близких людей, от того, что мы любим делать, от нашего хобби, от нашей работы. Ну, значит, любовь, какая-то деятельность, какая-то активность, да, и какие-то, может быть, вкусняшки, парфюмы, наряды, красивые вещи, аксессуары. Не знаю, солнышко светит, уже радуемся, небо голубое, птички поют, уже радуемся, потому что на самом деле время тревожное, тяжелое и негативное, очень много негатива. Я стараюсь с вами общаться каждый день в эфире, я выхожу всегда с хорошим настроением, к вам и получаю иногда обратно очень много негатива, такое тяжелое настроение. Поэтому я все равно пытаюсь как-то от этого заблокироваться, уйти, не погружаться в это. И хочу вас сегодня развлечь. Это для тех, кто любит ароматы. Сегодня видео, вторая часть антидепрессивных ароматов, уже другие ароматы. Будет немножко здесь и люкса, и, конечно, моих любимых нишевых ароматов. Ну что, давайте начнем с вишенки. Вишенка Том Форда, прекрасная, вкуснейшая вишенка. Я не помню, была ли она, по-моему, она была в прошлом эфире, но я все равно хочу еще раз вам ее показать. Почему? Потому что, можно я буду всем душиться, что я буду наносить? Потому что это такая позитивка, это такая вкусная вишенка, даже не вишенка, а черешенка. Черешенка такая с какими-то цитрусовыми, немножко лаймовыми нотами, то есть с такой кислинкой. То есть это не такая сладкая вишня в шоколаде, как, например, ну есть ароматы, да, такие вишневые, а это именно такая кислая, такая кисло-сладкая, очень вкусная черешня. Я очень люблю этот аромат, он просто космических денег сейчас стоит, но я его обожаю. Такая, знаете, прям вишня, вишня, спелая вишня, ну, сладкая вишня. Поэтому это мой антидепрессант. У меня есть ароматы антидепрессанты. Самый мой, наверное, позитивный аромат, который вообще только у меня есть, это Love Asmantus. И я рассказывала о нем в другом видео, вы по ссылке можете пройти, посмотреть. Идем дальше. Марфа. Моя прекрасная, чудесная Марфа. Вы знаете, что я люблю ароматы, которые с туберозой. У меня есть Love Asmantus от Amoage. Есть еще несколько вкусных ароматов с туберозой. Но вот эта Марфа, она самая такая, знаете, ну, как вам сказать, самая мягкая, манкая. И она очень нравится людям. Многие, кто с ней знакомится, потом не могут жить без флакона и покупают флакон от Mema. Марфа от Mema это прекрасная белоцветочная композиция, которая очень позитивная. Очень легкая, очень мягкая, очень сливочная. И если вы хотите познакомиться с туберозным ароматом, я вам рекомендую начать с Марфы. Потом уже Love Asmantus от Amoage. Такая женственная, такая теплая, такая светлая. Очень красивый аромат. Не зря он, аромат является бестселлером. Поэтому не зря, не знаю, не зря. Красивый очень такой аромат с глазиком. Так, едем дальше. Ароматов много. Вы знаете, что если вы худеете, то вы можете душиться сладкими ванильными ароматами с нотами какао. И у вас будет ощущение, что вы поели чего-то сладкого. Так вот, если я хочу чего-то сладкого, я беру вот этот вот аромат. Ристретто Кафе Интенс от Монталь. Он, конечно, пахнет кофе, но он еще пахнет ирисками. Сейчас я им тоже надушусь. Потому что он, нет, не буду им душиться, потому что он очень, 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 очень стойкий. Он пахнет кофейными ирисками, которые невозможно... Ну, я знаю, что сейчас я сделаю пшик, я буду пахнуть три дня. Ну, ладно, чуть-чуть. Все, пошло, пошло, пошло. Настолько сладкий аромат, вот настолько он натуральный. Кажется, что действительно я напилась какого-то сладкого напитка. И еще я, у меня полный род ирисок, кофейных ирисок, которые, знаете, уничтожают все пломбы. Короче, стойка, как мне сегодня подходит под мою эту, да, блузочку. Стойка, красиво, шлейфово, очень, очень завлекательно, очень сладко. Если вы на диете, как я, то вам такое сладенькое, знаете, облегчит немножко вашу судьбинушку. Без сладкого, без сахара. Очень сладко, очень вкусно, очень стойко. Это обычный интенс кафе, он более кофейный, здесь более такой, ну, интенс, да, он более сладкий, более тягучий. И буквально вот мини-мини вот такой вот пшик, его можно по всей шее разнести. Будет пахнуть три дня, очень стойкий аромат. Я его обещала подарить своей подруге, поэтому скоро у меня этого аромата не будет в коллекции, потому что она его попробовала вместе со мной в Рибгоше, сказала, что он ей понравился. Так что я ей его подарю, порадую человечка. Но вы должны знать, что аромат очень классный. Так, продолжим тему кофе. И вот у меня такая есть интересная композиция. Это кафе Туберос от Atelier Cologne. Аромат очень необычный. Кстати, он довольно-таки стойкий для Atelier Cologne. У Atelier Cologne обычные ароматы очень легкие, не сильно стойкие. Вот этот аромат довольно-таки стойкий. То есть я на себе его довольно-таки долго слышу. Необычная, очень необычная комбинация нот. То есть здесь у нас кофе и тубероза. То есть такая белоцветочная свежая нота вместе с кофе. Необычно. Точно отвлечёт ваше внимание от грустных мыслей. Вы точно отвлечётесь на этот аромат и будете с ним себя чувствовать. Он необычный, вот он авангардный, очень классный. Вот у меня ещё один есть авангардный аромат. Это молочный зуб. Посмотрите, как мало у меня там его осталось. Молочный зуб и кафе тубероза – это, наверное, всё-таки авангард. Я смотрю, есть у меня ещё авангард. Авангард – это что-то необычное, что-то не попсовое, что-то не такое цветочно-компотное, а вот именно что-то необычное. Так вот, здесь у нас кофе и белые цветы. А здесь у нас, я вообще не знаю, что. Мне пахнет зубным порошком. Мне пахнет каким-то мыльным, каким-то, как-то вот так вот пахло у нас в детском саду, каким-то вот чистящим средством таким вот из Советского Союза. Молочный зуб, обожаю его. Аромат моего детства. Я его очень люблю. Вот у меня такая вот 100 мл банка, она у меня вот закончилась. К сожалению, у меня она ещё потекла. И видите, что случилось с этикеткой. К сожалению, вот эти вот, если их раскручивать, то они текут. Эти бутыльи у Серж-Лютена у меня очень много испарилось и вытекло. Испортилась. Бутылочка, ну, чуть-чуть осталось. Я уже потом его хорошо закрыла, но... Флаконы дурацкие. Так, из люкса. Что из люкса у нас такое классное и антидепрессивное? Это вот это малиновый мюглер. Малиновая звезда. Малиновый ангел. Это ангел нова. По-моему, называется аромат. Да, ангел нова. Вышел он пару лет назад. Аромат на самом деле... Любит очень моя Николь. У меня есть ещё 50 мл и вот 100 мл флакон. Он на самом деле пахнет очень сильно чем-то малиновым. Чем-то таким, знаете... Вот малина, может быть, немножко кожи. Немножко какой-то гурманики. Очень вкусно, очень ярко. Вот кто любит малинку, рекомендую. Я тут попробовала на днях аромат идиль от Герлен. Как он мне понравился. Тоже такой, знаете, немножко малиновый. Немножко такой он какой-то и цветочный, и личий, и ландыши с сиренью. Просто красивейший аромат. Прям вот хочу, хочу, хочу. Так, ещё один аромат из люкса. Я этот аромат называю офисный. Но на самом деле я его очень люблю. Это Тиффани. Это, по-моему, даже у нас Оде туалет от Тиффани. Тиффани, Тиффани. Оде туалет. Да, туалетка от Тиффани. Обычно у них, если парфюм, то здесь голубенькая штучка. А если туалетка, то серебряная. В общем, аромат чистый, офисный. Аромат чистого тела. Аромат какой-то чистый. Классный, кстати. Мне он очень нравится. Вот куда-нибудь, если, допустим, мы смотрим, как бриллиант. Да? Такой красивый. Как будто бы камушек какой-то огранённый. Очень классный аромат. На каждый день рекомендую. Аромат позитивный, светлый, чистый. Аромат чистого тела. Аромат чистый. Чистый белой рубашки. Очень классный аромат. И я считаю, что он не оценён вами. Ещё один аромат из люкса, который мне всегда приносит удовольствие. Это Ода Мервей. А у меня он есть в эликсире. Он более зимний. Аромат вообще моей удачи. А вот этот вот, это просто водичка. Водичка такая. Эти колончик. Так вот, он мне тоже приносит и удачу, и хорошее настроение. Я очень люблю всю эту линейку. Ода Мервей, Эликсир Домервей, Амбр Домервей. Там их много разных. Они все классные, все позитивные. Все несут прекрасное настроение и удачу. Девочки, обратите внимание, ароматы удачи. Вот мне так точно они приносят удачу. Посмотрите. Это большая сотка. И вот уже почти половины нет. Я пользуюсь довольно-таки часто. Так, едем дальше. Аромат, который приносит мне очень хорошее настроение. Аромат очень женственный. Это Гордения от Шанель. Когда я наношу этот аромат, и вот сразу же вам... Вот они у меня стоят в двух коробках. Эти два аромата. У меня Гордения и Беж. Вот два аромата. Гордения и Беж. И я когда наношу эти ароматы, я могу их даже смешивать. Но Беж более сладкий, Гордения более свежий. Гордения, он такой сладковато-зеленый, белоцветочный. А Беж немножко такой какой-то он такой марципановый, что ли. Он послаще. Он такой более зимний, что ли. В общем, оба, две моих любимки. Я считаю, что это два самых лучших аромата у Шанель. И вот они у меня есть. У меня еще есть Оде Шанель. Но это отдельная история. Они такие более летние отпускные одеколонистые. А эти более характерные. То есть, если Гордения, то это такой бело-цветочно-зеленый аромат. Беж более такой какой-то гурманинка, что ли. Там больше какой-то марципановой ноты. Прекрасные, люксовые, красивые ароматы. Со стойкостью, конечно, можно было бы получше. А с другой стороны, нормально. Хватает. Очень элегантно, очень красиво, очень вкусно, очень женственно. И я их очень люблю. Это мои любимки. Хотя я вообще не фанат Шанель. Это просто конфетка. О май биш называется. Это Лолит Олимпика. Посмотрите, какой здесь красивый олененок. Лолит Олимпика. Или Лемпика? Лемпика. Лолит Олимпика. О май биш. Девочки, это настолько позитивный аромат. Это просто пахнет какими-то конфетками. Это пахнет, знаете, конфеткой. Такая кисленькая конфетка Бербариска. Это, знаете, вот аромат Скитлс. Вот знаете, Скитлс такие кислые, вкусные. Обожаю Скитлс конфетки. Девочки, стоит, наверное, 3 копейки в каком-нибудь обычном магазине. Попробуйте. О май биш. О май бич. Биш. О ма беше. Не знаю, как по-французски читать. Прекрасный. Вкусный. Такой, знаете, сладенький, с кислинкой. Такой немножко даже какой-то детский. Прекрасный аромат. И вот с таким вот классным олененком. Ну, классно же. Так, едем дальше. Аромат Фантомас. Я его обожаю. Он мне так не понравился сначала, с первого затеста. Но потом, когда я его разносила... Вот почему-то в первом затесте я чувствовала землю. Я не знаю, табак, всё что угодно. А сейчас я чувствую просто вкусную, сладкую, перезревшую дыню. Дыню, немножко какую-то обкуренную дыню. Чем-то она такая обкуренная, подкопчённая. Прекрасный аромат Фантомас. Это, по-моему, один из последних. Наверное, всё-таки это последний аромат от Носомата. Крейзи аромат. Дыня. Дыня. Сладкая дыня. Дыня вот такая вот, которая вот просто вот медовая дыня. Очень сладкая, очень красивая. Я обожаю этот аромат. Я обожаю его. Конечно, он очень стойкий. Это Носомата. Это аромат, который... Экстракт де парфам. Поэтому аромат очень стойкий, очень вкусный. Я вам его рекомендую познакомиться. Такого аромата нет вообще ни у кого. Именно пахнет вкусной дымной дыней. Так, девочки, ну если хочется разврата, и если хочется пахнуть, как такая сексуальная леди, то, конечно же, Лоран Мацони. Лоран Мацони. Орхидея. Чувственная орхидея. Это аромат самых, самых дорогих экскортниц Дубая. Кто-то мне такое сказал, вот кто-то мне... Этого я запомнила. Аромат очень вкусный. Ой, он пахнет яблоком. Он пахнет чем-то таким свежим, чистым, сексуальным. Но тоже есть какая-то такая вот ванильно-яблочная нота. Прекрасный аромат. Сейчас их перевыпустили немножко. Флаконы остались похожи, но по-моему здесь сделали такую красную вставку. Но вот эти вот старые флаконы, они, конечно, лучше. Они такие прям вот супер. Девочки, если вы хотите соблазнить шейха, то вам нужен аромат Сенчел Оршид от Лоран Мацони. Потрясающий аромат. Очень стойкий, очень шлейфовый. Очень дорого звучит. Попробуйте. Аромат потрясающий. Это один из лучших ароматов у этого бренда. Я его обожаю. Так, Пануш, 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 Пануш. Это Pearl Rare Gold. У меня был такой розовый флакон. Но я вам хочу рассказать про золотой. Именно золотая линейка. Это Куркиджан создает ароматы для Пануш. Очень тоже позитивно. Позитивно. Вкусно. Ванильно. Ванильно такая белоцветочная комбинация. Пирамида. Ой, как вкусно пахнет. Как вкусно пахнет. Очень женственно, очень дорого. Знаете, такой он вечерний аромат. Насыщенный, очень сладкий, очень красивый. Тоже бренд Пануш. Жаль, что его о нем мало говорят. Вот. Он представлен в сети Parfumer. Не знаю насчет... Не знаю, есть ли он в золотом яблоке. Обратите на него внимание. Пануш. И именно вот в розовом флаконе аромат больше с розой. Вот этот золотой, он больше такой сладко-ванильный. Ой, какая красота. Прям булочка. Булочка. Вкусная булочка. Тоже такой какой-то... Если есть ваниль, то этот аромат чаще всего будет немножко гурманский. Немножко пахнуть выпечкой. Потому что выпечка, она... Она дает на хорошее настроение. Как можно было не взять этот Том Фордик. Это аромат авангард. Господи, у меня одни авангардные сегодня ароматы. Знаете, чем он пахнет? Он сначала пахнет чем-то... Чем-то необычным. Есть, конечно, в нем металлические ноты. А потом он пахнет тоже как вот этот аромат. Они немножко похожи в базе. Вот пахнет каким-то таким печеньем карамель. Печенье юбилейное. Вот что-то такое. Вот выпечка какая-то. Какая-то выпечка. Потому что очень ванили много в базе. Металлик Том Форд. Пануш. Пёрл Рэр Голд. Они даже по упаковке немножко похожи. Едем дальше. Я обожаю этот аромат. Я думала, что я его потеряла. Или продала. Или кому-то отдала. Он, оказывается, был у меня в Калининграде у мамы. В квартире. Вот я его нашла. Это Каджал. Оде Парфам. Вот такой вот. Это восточный аромат. Очень красивый. Он такого сиреневого цвета. Вообще бренд хороший. Ароматов у него немного у Каджал. Но они не сильно дорогие. Но они настолько качественные. Они настолько стойкие. Это такая вот хорошая, настоящая, вкусная, качественная арабская парфюмерия. Каджал. Вот именно вот эта вот с сиреневой жидкостью. Я гуглила. Они, кстати, не сильно дорогие. Там 140-160 евро. Можно найти. Каджал by Amikai. Ботэ. Не знаю, что бы это ни значило. Аромат вкусный, сладкий, восточный, кайфовый, манкий, завлекательный. Мне он очень нравится. Так, у нас осталось три ароматика. Я этот аромат обычно о нем рассказываю вам летом. Это Vara от Penhaligon's. Как я хочу себе халфейте, девочки. Ну, Vara тоже потрясающе. Не сильно стойкий аромат, но очень красивый. Пахнет какой-то алычой или айвой. Вот чем-то таким вкусным, немножко восточным. Чуть-чуть есть какие-то пряности с фруктами. Но именно вот эта вот айва, немножко чая. Ой, я не могу им надышаться. Настоящий антидепрессант. Все эти ароматы, которые я сегодня показывала, это все ароматы, которые улучшают настроение. Которые дают какую-то надежду. Отвлекают от грустных мыслей. Делают нас женственными, сексуальными, вкусными. Вкусными булочками, понимаете? Каждая женщина должна быть вкусной булочкой. Вот если вы будете пользоваться Vara, вы точно не останетесь незамеченной. Мой любимейший аромат, это, конечно, imitation. Он мне тоже поднимает настроение. Когда я в нем, мне кажется, что я какая-то космическая женщина. Я где-то в космосе нахожусь. Это аромат. Напоминает мне день, который мы провели с мамой в Слёисе. Он мне какие-то хорошие, очень хорошие, очень красивые вещи напоминает. Он потрясающий. Он пахнет какими-то огромными белыми гортензиями. Хотя тут есть и смородина, и белые цветы, и мускус, и что там только нет в составе. А у амуажа обычно там на поллиста пирамиды, да, очень много всего. Но главное, какие впечатления этот аромат мне дарит? Аромат мне дарит очень много позитива. Я очень его люблю. Я не скажу, что он очень легкий, но все-таки я отнесу его к свежим. У амуажа не так уж и много свежих ароматов. И вот имитейшн, он самый красивый. Я не знаю, почему я его так люблю. Это что-то, какая-то психология. Хотя есть смородина, я смородиновые ароматы раньше недолюбливала. Но сейчас этот мой самый любимый амуаж. Поэтому он мне дарит самое хорошее настроение. И я вам его рекомендую. Девочки, я так быстро вам все рассказала. Сегодня я была вот в этом аромате, потому что я сегодня в такой блузке, льняной рубашке. И этот ксерджов Гран Балла, он подходит по цвету. Но вообще это тоже очень женственный, очень красивый, такой какой-то цветочно-пудровый аромат. Очень нежный, не похож ни на что, ни на что с ним, ничего не перепутать с ним. Он позитивный, он дарит такое вот... И само название Гран Балла, да, какой-то праздник, какой-то бал, что-то такое классное, что-то такое интересное. И само название дарит нам вот эту вот радость, и сам аромат дарит радость. Он очень женственный, он очень красивый, он очень элегантный. В нем все в меру, и какая-то некая немножко пудровость, и сладость, и элегантность, и вот эта цветочность красивый. Итальянцы, они, конечно, делают яркие ароматы, но иногда они делают и очень даже элегантные ароматы. Вот у итальянцев с элегантностью проблемы, со сдержанностью проблемы, но этот аромат довольно-таки сдержанный, довольно-таки такой вот он спокойный. Вот вообще я сегодня в нем была утром, а потом надушилась всем подряд, пока делала это видео. Ну что, мои дорогие, вот такой вот у меня получилась такая подборка. Надеюсь, что вас отвлекла от грустных мыслей. Пожалуйста, если красная помада вам дарит хорошее настроение, используйте красную помаду. Если вам яркая одежда дарит красивое, хорошее настроение, наряжайтесь. Если, блин, занятие сексом с любимым человеком дарит вам классное настроение, занимайтесь, потому что неизвестно, сколько вообще жизни той осталось. Поэтому, мне кажется, надо жить каждый день как последний, да, когда нам говорят, что бы вы сделали в последний день своей жизни. И все говорят, да, был бы, наверное, со своими родными, провел бы это время с родными, вцепился бы в них и не отпускал их никуда. Так вот, мне кажется, нужно каждый день жить как будто последний раз, потому что, ну, никто не может гарантировать, что наступит завтра. Вот такая я добрая. Ну, вот, ну, никто ничего не знает. Поэтому, если ароматы дарят вам хорошее настроение, пользуйтесь ими. Наряжайтесь, крастьтесь, улыбайтесь, говорите людям приятные вещи. Пусть это будет вот как будто действительно каждый день последний день. Все, это на самом деле позитивный месседж. Живите в свое удовольствие, не тратьте время на то, чем вы не хотели заниматься. Делайте только хорошее, плохое поменьше, хорошего побольше. Ну и всем мира, всем, всем, всем. Нам надо всем быть вместе, нам надо держаться, нам нельзя ссориться. Я вас обнимаю, вас целую. Идите ко мне, мои дорогие, обниму вас. Пока.